Дорогие друзья, всем здравствуйте! В этом видео хочется поговорить на тему, как лишний вес влияет на ваши либиды, на ваши желания, вообще в целом, на ваш гормональный статус и на ваше сексуальное желание. Вот все эти вопросы сегодня мы затронем, потому что встречаюсь с тем, что очень часто говорят, что лишний вес – это плохо. Практически каждый врач про это говорит, но не всегда рассказывают, а почему же это так плохо. Встречаюсь с тем, что пациенты пишут, ну мне вот комфортно, я вот жила, весе, допустим, 90 кг, большую часть своей жизни, я ем что хочу, пью что хочу. Мне комфортно, я от этого получаю удовольствие. И почему мне надо худеть? Особенно сегодня мы затронем мужчин и поговорим о том, почему мужчинам все-таки стоит задуматься о снижении веса и следить за ним в будущем. И сегодня эту очень интересную, вызывающую много вопросов, сомнений тему я хочу обсудить с потрясающим экспертом, врачом-эндокринологом Андреем Иваненко. Андрей является экспертом по снижению веса и мужскому здоровью. Здравствуйте, Андрей, спасибо, что пришли. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, уважаемые зрители. Да, тема очень интересная, особенно для мужчин, потому что мужчин в основном все скрывает, спросишь, как у вас дела, у меня вообще с этим все хорошо, то есть не лезьте ко мне, у меня замечательно. Но если посмотреть правде в глаза, то есть людей с лишним весом или мужчин плохо берут на работу, то есть их мало продвигают по карьерной лестнице, то есть они сами тоже тяжело продвигаются. На них, так скажем, смотрят искоса, так скажем, начальство тоже их немножко, так скажем, обходит стороной. Ну, это статистика, это реальность, которая существует, да, вот, то есть люди с лишним весом немного меньше делают работы, чем там люди с нормальным весом. Ну, то есть это исследования, которые дают вот такие вот результаты. Конечно, не хочется смотреть правде в глаза, не хочется смотреть в это зеркало, да, которое показывает тебе твое истинное лицо, но мы сегодня говорить будем как раз про мужской характер, да, именно мужчина, да, то есть настоящий мужчина, наоборот, хочет смотреть вот в это зеркало правды. И на Руси, да, были раньше воины, да, которые проходили такой обряд, он назывался треба, то есть или теребение. Когда воин встречался с более сильным, стал себе более сильного противника, чтобы узнать свои слабые стороны, потому что все там в твоем войске тебя хвалят, ты лучший, ты самый там хорош, у тебя там все хорошо получается, а когда, ну, в реальном бою ты встречаешься с более сильным противником, он тебе показывает слабые стороны. И вот раньше, наоборот, люди искали вот этой правды, потому что твое окружение может тебе люлюкать в уши, что ты самый наилучший, да, что так и бывает. Я просто знаком, да, с Костей Дзю, да, все его знают, мировой чемпион, боксер, да, в Австралии, завоевывал много поясов. И в 2013 году я возил детей с сахарным диабетом, первого типа, которые были на помпах, на инсулиновых помпах, и они соревновались в Сочи между всеми городами, да, там было около 15 городов России, и приглашали Костю Дзю, да, на это мероприятие. Вот, и интересно с ним были встречи, да, вот такие вот, где он говорил, да, что важно смотреть правде в глаза, кто твой противник. Потому что его тренировки, говорит, как я тренировался, это не выдерживает никто, то есть я там за тренировку мог 5-10 килограмм веса терять, да, то есть такие вот моменты, ну, и, так скажем, как говорится, настоящие мужчины всегда ищут правды. Вот, и поговорим про понятие либидо, да, откуда оно возникло, кто его там ввел, да. Вообще с латыни переводится это как желание, страсть и стремление. И ввел это понятие всем известный психиатр Лигмунд Фрейд, да, он видел это как психическую энергию, лежащую в стремлении созидания, любви, гармонии в узком смысле. В широком смысле он говорил про инстинкты, и одну из этих составляющих инстинктов, как сексуальное возбуждение или сексуальную доминанту, да, как потенцию к этому. Вот, и он же много говорил, конечно, о либидо, про сублимацию, да, когда вот этот источник энергии психической, формирующийся, ну, условно говоря, внизу живота, да, человек может поднимать наверх, да, ее ментально увеличивать и преобразовать в действие, да. Вот, то есть это вот основа, да, то есть вот этой вот энергии. Ну, психиатрия вся, психотерапия усыпана вот этой мистикой, словами энергии, ну, мы спустимся на молекулярный уровень сегодня и поговорим реально, как медицина смотрит по гормонам на вот эти вот все вещи. Далее такой известный психиатр, как Карл Юнг, да, рассматривал сходство, сходство вот этой энергии либидо с восточными такими энергиями, понятиями, как энергия ци, да, китайской традиционной, так скажем, ихней религии, или праной, да, ну, это больше индийская, индорийская ветви, вот. То есть разные народы называли ее по-разному. В японской традиции, то есть они обращаются к слову, такое слово, словосочетание, слово «хара». Мужчина с сильной харой может наводить ужас на врага, даже если его враг вооружен сильнее, даже если у него там больше оружия, он больше там массой, выше тебя. То есть человек с вот такой сильной психической энергией, с высоким либидо, да, то есть он может поражать врага, то есть и наводить ужас. И, ну, были многие случаи, когда, да, люди бросали оружие и убегали, да, там, вот. Или там в бои, там, посмотреть, Майка Тайсона, да, то есть, ну, там, некоторые просто брали и отказывались с ним драться, потому что он такой ужас наводил на своего соперника. Это вот как раз энергия хара, да, или ее там ци, прана называют, или либидо, ну, разные народы по-разному. И если самурай, да, японский, хотел прекратить себе энергию хара, он делал харакири. Вот, и останавливал, да, это, течение этой энергии. В нашем русском лексиконе есть созвучное слово, такое как характер. Тоже слово хара там имеется, да, и были такие войны, характерники, да, это больше, так скажем, в Древней Руси относилось. И, то есть, были князья, витязи, которые могли, так скажем, вводить себя в определенные состояния, и в которых, так скажем, уровень их гормонов, именно тестостерона, нейромедиаторов, таких как дофамин и норадреналин, повышались в 3-4 раза. Они могли видеть полет стрелы в этом состоянии очень-очень медленно. Может быть, кто-то смотрел фильм «Матрица», да, где Нео уклонялся от пуль, да, то есть, вот это состояние, они такие реальные, их описано очень много в литературе таких состояний, то есть, когда воин даже видел, как капля дождя потихоньку капает, то есть, время твое опережало время общее, то есть, поэтому время общее немножко протормаживало, и они быстро-быстро могли действовать, предвосхищая там своего противника. Это реальные вещи, это действует так нейромедиатор норадреналин. В таких больших дозировках, так скажем, когда сам организм вырабатывает много, такое случается. Интересный такой случай, да, то есть, в Великой Отечественной войне в начале, там, в 41-м году я просто смотрел ролик «Паренек», ему было там около 20 лет, он был плотник, да, там, он с 14 лет с отцом там, топором владел очень мастерски, научился, там, за 6 лет владеть очень хорошо. И он на повозке ехал просто за провиантом, да, и каким-то образом, пока он ехал, не увидел, и, ну, ему встретились, там, 20 немцев, да, то есть, со всей, там, техникой, с автоматами, со всем, он, у него, что, винтовка одна там была, и все, у нас там на вооружении было не очень в начале войны. И, то есть, он остановился, пешил, конечно, к нему подошел немец, да, то есть, с автоматом, навел на него, он начал пятиться к повозке, да, и, ну, все поняли, что он испугался, начали смеяться над ним, вот, он вытащил топор, вытащил топор, и срубил этому немцу голову, с одного удара, то есть, там, фонтан крови, то есть, там, все в шоке, все опешили, то есть, и всех объял ужас. И вот он этим топором перерубил 20 немцев, никто даже не выстрелил. Он собрался, уехал, приехал в свою часть, ему говорят, а где, где, в авиации, где был? Он говорит, на мне немцы встретились, и там 20 человек перерубил, ну, они смеются, смеются, худощадок паренек, да, ну, ты что там нам чешешь, там, ну, посмеялись, говорит, ну, ладно, там, завтра поедешь, там, а кто-то из лейтенантов это услышал, что реально, я не, ну, разведка, пошли, и они пришли в ужас, когда на эту точку приехали, там, реально 20 трупов, там стоят, два БТРа, там, мотоциклы, куча оружия, то есть, все, передали Сталину, да, это сообщение, то есть, ему сразу герои Советского Союза дали, то есть, ну, топором 20 немцев перерубил, вот, то есть, человек может входить в такие вот состояния, то есть, в такой вот сильной психической энергии, и мужчине, мужчине, да, эта энергия дается для свершения дел, для возобновения, для захвата территории, расширения своего личного пространства, да, поэтому, то есть, это очень, так скажем, интересно, и я назвал три основных вещества, да, активных, которые начинают запускать эти биохимические процессы, это тестостерон, второй, дофамин, и третий, норадреналин, норадреналин вырабатывается из дофамина, да, то есть, если мы посмотрим цепочку, эту длинную, сначала идет фенилаланин, аминокислота, потом эльтерозин, потом эльдопа, потом дофамин, да, из дофамина уже норадреналин, из норадреналина адреналин, вот это вся цепочка биосинтеза дофамина, вот, и дофамин именно должен перейти в норадреналин, потому что дофамин начинает запускать эти процессы, вот этого желания, мотивации, то есть, ну, образно говоря, вы ищите, когда что-то, нашли дерево, да, с бананами, вот, для этого нужен дофамин, чтобы найти себе поле деятельности, а норадреналин, чтобы залезть и сорвать этот банан, да, или там, связку бананов, вот, и такая комбинация, она очень эффективна, она именно запускает вот эту психическую энергию, да, когда у мужчины высокий уровень тестостерона, дофамина и норадреналина, тогда он может, ну, совершать большие дела, и много, много успевать, быть конкурентно способным и боеспособным, но эта связка вот этих трех активных веществ действует только в особых условиях, когда первое, это социальное доминирование, то есть, мужчина должен доминировать всегда, быть на вершине пирамиды, социальное, то есть, не важно там, карьера, вы там на госслужбе находитесь, идете вверх по карьере, или свое дело открываете, и работаете, да, так скажем, с какими-то там, препятствиями, да, сами образуетесь, и за счет этого продвигаетесь дальше и дальше, вот, то есть, социальность для мужчины, это очень важно, и сейчас, ну, некоторые, да, начинают уходить, да, замыкаться, это очень плохо для мужчины, когда он один, то есть, ему нужно постоянно где-то действовать, постоянно выступать, постоянно общение, постоянно взаимодействие, взаимодействие, без этого, то есть, тестостерон вырабатываться не будет у мужчины, второе, это ресурсоемкость, или боеспособность, то есть, ресурсы для мужчины, это очень важно, да, ну, то есть, вообще психологи, говорят сейчас, в пересчете на деньги, то есть, чтобы заводить семью, мужчина зарабатывает должен не меньше 300 тысяч рублей, ну, или лучше это 500 тысяч рублей в месяц, иначе, в меньшем количестве, если вы там зарабатываете меньше, вы просто не потянете бытовые социальные условия, то есть, ну, ваш брак разлетится там за три года быстро, потому что вы не способны будете, так скажем, обеспечивать свою семью, одного себя вы можете там обеспечить, а вот двух-трех еще человек, ну, это навряд, поэтому ресурсоемкость обязательно, то есть, когда человек, мужчина ищет ресурсы, ему дается тестостерон, и третье, извиняюсь, я вас перебью, потому что после вашего вот выражения про 300 тысяч, да, я думаю, многие зрители наши сейчас будут, ну, в шоке, да, потому что все-таки это очень-очень большая денежная сумма, друзья мои, Андрей цитирует мнение психологов, да, это высказывание, вот, поэтому мы так не считаем, да, это мнение психологов, вот, поэтому это большие деньги, и в России практически, по-моему, около 10% людей, кто получает, ну, у кого доход больше 100 тысяч, вот не буду врать, но мне кажется, это сумма 10% по последнему исследованию, поэтому мы сейчас говорим про то, как увеличить, да, ваш потенциал к росту, а не то, что если вы не зарабатываете 300 тысяч, то вам нечего делать, да, это опять же комментарий, что, да, я это читала, такие высказывания, да, есть, вот, но, безусловно, это зависит и от города, и где вы конкретно проживаете, и от того, какое количество у вас детей, и, соответственно, одно дело, как сказать, вообще социально-бытовые в целом, да, условия, вот, ах, да, спасибо, Ольга, за ремарку, ну, действительно, реальные такие, что сейчас, особенно в кризис, то есть, ну, какие деньги заработать, может, не каждый, да, но это есть, как понятие стремления, точка А, точка Б, да, если у вас есть цель, то есть, у вас, например, заработок, там, сейчас 50 тысяч, вы через год ставите себе 100 тысяч, да, то есть, вы идете к этой цели, у вас натянута дуга, так скажем, называемая дуга институции, вы вкладываетесь в какой-то проект, и это здорово, вы потом достигаете этой цели, идете дальше, там, 150, 200 тысяч, если мужчина так не думает, ну, это, конечно, не очень хорошо, как фраза, каждый солдат должен желать быть генералом, да, и где-то на середине до майора, ну, реально дойти, или до подполковника. Во время Великой Отечественной войны, так и было, и разведчики, да, много разведчиков, они даже до майора, до подполковника легко доходили, то есть, ну, выполняя такие очень сложные задачи, операции, вот для этого как раз и нужна вот энергия либидо, или как ее называют, цип, прана, или хара, то есть, характер, или у нас на Руси было слово такого характера. Сейчас интересно, нейрофизиологи отрицают волю, характер, они спускаются все равно на молекулярный уровень, что это мозг сам все формирует, и вот эти вот образы, мистичность вот это вот все обрезает. Но это больше к бихевиоризму, да, относится, есть бихевиоризм, есть экзистенциализм. Бихевиоризм – это вот Павлов с его рефлексами, все обосновано научно, да, нет никаких богов, нет никакой мистики, все вот, это только физиология наша. Вот, а экзистенциалисты, они, то есть, больше там к богам, к мистике, к эзотерике, к каким-то вот чудесам. Но это тоже важно, я думаю, что где-то на середине должно все сходиться, как есть у нас пословица, на бога надейся, сам не плашает, да, где-то в середине должно все сходиться. И после ресурсоемкости третья составляющая – это идет уже сексуальная успешность. Только когда вы наверху социальной лестницы, да, или туда идете, когда вы, у вас высокая ресурсоемкость, тогда можно задумываться о, так скажем, продолжении рода. Ну, это обязательно, потому что человек с высоким уровнем тестостерона выглядит по-особому, да, и ловит на себе взгляды женщин. И даже незнакомо тогда идет, он всегда, так скажем, в обожании, да, в любом коллективе, к нему всегда подходят, его хотят коснуться. Ну, это энергия, которая привлекает, да. Это очень важно, да. И вот как раз Фрейд про либидо говорил, как одной из составляющих вот этой вот сексуальной, энергии, да, как части общей, да, общего вот этого понятия. У нас немножко сейчас переполз, да, испустилась, есть только такое понятие либидоз, да, или лебедит, воспаление либидо. то есть все, когда сгущают вот этой вот проблеме. Ну, есть такие, да, у нас зайчики-кролики, плейбои, да, которые только хотят размножаться, да, больше ничего не хотят делать. Это тоже такой перекос, потому что это одна из составляющих. И интересно, я читал книгу, да, еще в детстве, он называется «Каменный поезд» про уральских заводчиков демидовых, которые при Петре Первом начали там покорять Урал и из чугана делать сталь, да, много оружия делали для страны. Петру Первому очень помогали в этом. Вот. И когда Петра Первого уже не стало, там сменились царицы, да, и потом уже Петр Второй был. Его сын Никита Егемидова Анкифий, да, ехал в Каретис вот этим Петром Вторым. Это был мальчик 14 лет, которому дворянская знать начала подливать вино, подкладывать женщин. Ну, то есть подростка развратили вообще там до неузнаваемости в деградацию. И они едут, и он, так скажем, Петр Второй вот этому Анкифию рассказывает, как он там гуляет, как вино там пьет, как с женщинами, в каких позах там все, но Анкифий мог что сказать, а мы так, по-деревенски, по-медвежьи, там вот, мы ничего не разбираемся в этом, а сам себе в мыслях сидит и думает, это внук Петра, это ж, это не мужчина, это ж никто, а где дела, а где государство, а где там завоевание, что у ребенка в голове, то есть, что ему, то есть, вложили, да, то есть, одна похоть в голове, и все, ничего больше. И здесь вот такая тонкая грань, да, я хочу мужчин предостеречь, то есть, что не должно все к этому сладиться, вам энергия дается для дел, для завоевания, для того, чтобы вы могли зарабатывать хорошие деньги, чтобы могли пользу обществу приносить, тогда вам мозг нальет вот этого тестостерона, дофамина и норадреналина. В другом случае, он вам нальет пролактин, эстрадиол, да, и инсулин. Вот, как раз о трех гормонах этих сейчас и поговорим, да, о которых у людей с избыточным весом наоборот много. И вот эта тройка гормонов, они являются жиронакопителями. Пролактин, да, это вообще гормон лактации, пролактацию, пролактин. Он нужен для того, чтобы после родов, да, у женщины повышается пролактин и было молоко, да, для ребенка, чтобы мать могла кормить ребенка. Для этого нужен пролактин. Он на шесть месяцев выключает менструальный цикл, да, пролактин вырубает репродукцию полностью. Женщина не беременеет первые шесть месяцев после родов. вызывая у нее немножко такое тревожное состояние, чтобы она за ребенком, так скажем, следила, да, очень пристально. Но, когда у мужчины пролактин начинает увеличиваться, да, у него начинает накапливаться жир в области груди, да, грудных желез. То есть, называется это ложная гинекомастия, да, жировая гинекомастия. Вот, это первый гормон жиронакопитель, и он еще называется гормоном терпимости и социального конформизма, да, то есть, для матери это важно, потому что ей нужно терпеть, да, то есть, терпеть крики ребенка, его капризы, и в том, в том числе, да, а когда у человека вне этого, да, пралатин высокий, тоже он терпит все, он не высказывает свои эмоции, не отставит свое мнение, то есть, боится чего-то, скрывается. Почему вот и люди с избыточным весом, с лишним весом плохо двигаются по социальной пирамиде, потому что они боятся всего, да, что, что скажет начальник, там, что скажет у них подавлено вот это вот желание высказаться за счет вот этого гормона пролактина. Потом эстрадиол. Эстрадиол очень хорошо живет в жировой ткани, ему там очень нравится. И у мужчин, так скажем, да, вот этот пивной животик, да, вот там эстрадиол, потому что тестостерон, он является родоначальником эстрадиола. Из тестостерона получается эстрадиол. Как из ребра Адамы, Адама получилась Ева, да, за счет хромосомы один, так скажем, локус убрать, и будет Y, да, вот был X, один убрали, вот просто Y остался. Также тестостерон превращается в эстрадиол. В жировой ткани это, так скажем, происходит очень замечательно. Если более глубоко посмотреть, для чего это нужно, потому что у людей с лишним весом начинает изменяться архитектоника кости, ухудшаться связочный аппарат, хрящевая ткань, да, то есть проблемы с позвоночником. Для этого организм начинает вырабатывать больше эстрадиола, потому что эстрадиол именно укрепляет связки, укрепляет хрящевую ткань, улучшает ее там вязкость, позволяет вырабатываться межсуставной жидкости, да, уплотняет кости, и организм, предвосхищая вот эту ситуацию, начинает делать из тестостерона эстрадиола больше, чтобы вы не развалились изнутри, ну, если просто так говорить. Поэтому вот вторая причина эстрадиол и третий гормон инсулин, да, всем известно, что уже про инсулин там рассказали все и много, что он подавляет ЛГ, выработку ЛГ, лютинизирующего гормона, это гормон гипофиза головного мозга, который, так скажем, простым языком пинает яички, чтобы яички выработали тестостерон, да, и вот этого директора инсулин вырубает, все, яички никто не стимулирует, да, и тестостерона нету, то есть инсулин практически напрямую вырубает вас из репродукции, вырубает вас из липида, да, и вот эти вот три конкурирующих системы, да, тестостерон, дофамин и норадреналин, которые являются жиросжигательными гормонами, которые являются стимулирующими липида, потенцию, вот эту силу, психическую энергию, назовите ее как хотите, и вторая тройка, которая конкурирующий подавляет, пролакин подавляет дофамин, эстрадиол подавляет тестостерон по обратной связи, и инсулин подавляет тестостерон, то есть норадреналину там даже нет куда взяться, да, то есть потому что дофамина нету, когда высокий пролакин, низкий дофамин, да, и при гиперпролакинемии назначаются препараты агонисты дофамина, то есть до стене, я сама вы слышали, много препаратов, как бергалин, действующее вещество, он является стимулятором дофамина, то есть дофамин у вас повышается, пролакин падает, ну и вот так вот лечится это заболевание гиперпролакинемия, поэтому вот на стыке вот этих вот двух конкурирующих систем вы и находитесь и я повторю, что энергия либидо, да, или само либидо будет вырабатываться вот в этой тройке связки дофамин, тесостерон, норадреналин и будет снижаться связки пролакин, эстрадиол, инсулин, это для мужчин, я говорю сейчас, вот, и от вашего выбора зависит, связка будет вырабатываться, если вы будете стремиться к социальному доминированию, к ресурсоемкости, если вы будете стремиться к сексуальной успешности, да, вам мозг даст тех гормонов, в другом случае, если вы не доказываете эти действия, да, вас зальет пролакином, эстрадиолом и инсулином, это мы, так скажем, разобрали все вот на биохимическом, молекулярном уровне, потому что гормоны влияют на психику, психика влияет на гормоны, это две взаимосвязывающие вещи, и это они очень сильно связаны, да, вот, поэтому снижать вес для мужчины, это очень важно, потому что у вас, так скажем, не будет этой тройки гормонов, которые будут вам давать эту энергию, этим всем заправляет продолговатый мозг, ствол мозга, да, если, образно представить, мозг, да, у него есть ствол, это вот как рожок мороженого, да, рожок мороженого, сверху у него налить там такой шарик, да, само мороженое, это средний мозг, вот, и если вы еще пойдете где-нибудь, вам могут еще шапку такую налить там чего-нибудь, ват или еще чего-то, это будет кора головного мозга, вот так мозг из трех таких вот составляющих, составлен, да, из этих трех отделов, и вот у этого рожка, да, он, у него вот этот вот шарик, он им управляет, а в этом шарике вся гормональная система, он называется еще лимб, лимбическая система, средний мозг, и ствол мозга управляет этой лимбической системой, он разливает вам те или иные гормоны от вашего поведения, он считывает иерархию вашу, то есть, если вы действуете с позиции силы, идете, добиваясь еще, завоевываете, он вам наливает одних гормонов, если вы слабы, соглашаетесь со всем, не хотите вступать в конфронтацию, боитесь чего-то, он вам нальет другие гормоны, рычаги управления у вас в руках, да, конечно, идет это многое с детства, там еще что-то, какие-то моменты, ну, вот, в общем, это примерно так работает. Андрей, спасибо большое, получилась такая очень интересная лекция для наших зрителей, я думаю, что сейчас большинству стало точно понятно, зачем нужно худеть, и для чего это делать, да, как все-таки лишний вес сейчас мешает твоему здоровью, вот, соответственно, и в том числе твоей реализации и твоему заработку, поэтому, дорогие друзья, обращайте на это внимание, если вы уже сегодня задумались о том, что нужно худеть, нужно что-то делать, перед вами потрясающий эксперт Андрей Иваненко, ссылочка на его страницу будет в описании под этим видео, можно переходить, задавать вопросы, записываться на консультацию и получать вовремя квалифицированную медицинскую помощь. Андрей, спасибо вам большое и до новых встреч!